Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава Евангелия от Луки. Я для библейского портала экзегет читаю свой собственный пока не изданный перевод с небольшими комментариями. Итак, вот эта часть Евангелия посвящена прежде всего конфликту Иисуса с фарисеями, ну и другими ценителями традиционных форм религиозности. Которые, с их точки зрения, он ставит под удар своим вот таким неправильным поведением. Однажды в субботу проходил он через поле с посевами, и стали его ученики на пути срывать колосси, растирать их в руках и есть зерна. Кстати, нас может возмутить прежде всего, что они из чужого поля зерна срывают. Имели право. Да, то есть можно было, согласно Пятикнижию, рвать руками на чужом поле зерна. Это специальная норма, которая позволяет людям небогатым пропитаться как-то, потому что, ну вот, прийти с серпом и срезать уже снопы, это значит заниматься жатвой на чужом поле. Но если ты совсем голоден, то вот, по крайней мере, немножечко зерен ты вылущишь, ты от голода не умрешь. Но у фарисеев другая проблема. А некоторые из фарисеев сказали, нельзя этого делать в субботу, почему вы нарушаете запрет? Вы знаете, действительно, в раввинистических кругах были об этом споры, потому что некоторые приравнивали это к жатве. То есть, сколько бы ты зерен ни сорвал, это все равно, что ты вышел на жатву, а жатва – это, конечно, работа. Но другие, в общем-то, это точки зрения со временем возобладало, они говорили, что нет, это не жатва, это просто, ну, человек ест, в субботу же можно есть. Можно взять кусок хлеба и съесть его, никаких проблем. Точно так же можно сорвать и вылочить зерна и съесть их. Но Иисус мог бы на это ответить, да, то есть, оставаясь в рамках вот этой раввинистической модели полемики. Иисус сказал им в ответ, неужели вы не считали, что сделал Давид, когда проголодался он сам и его спутники? Как вошел он в храм Божий, как взял и ел священные хлебы, их положено есть одним священникам и больше никому, и даже дал их своим спутникам. Эта история рассказана в 21 главе Первой книги царств. Давид бежит от Саула, что интересно, спутников, судя по всему, никаких нет, по крайней мере, там о них ничего не сказано. И он приходит к первосвященнику и говорит, что голоден, и первосвященник дает ему хлебопредложения, освященные особо, которые, собственно говоря, лежали сначала внутри святого помещения для Бога, они были предназначены, символические, конечно. А потом их съедали священники. И вот он выносит Давиду, первосвященника, эти самые хлебы, потому что ничего другого нет. И добавил, сын человеческий, он господин, он с субботой. То есть все эти внешние ритуальные правила, будь то правило о субботе, будь то правило о хлебах в храме, который гораздо важнее, чем правило о субботе, центр религиозной жизни, храмовое богослужение, они важны, но они не определяют жизнь человека. И там, где есть причины их нарушить, можно их нарушать. Могу сказать, что, смотрите, я ничего не нарушаю, или они ничего не нарушают, потому что это не совсем жатва. Но он пошел дальше, он сказал, да даже если и нарушают, все дело в том, что человек важнее ритуальных подробностей. В другой раз в субботу, все та же самая суббота, когда нельзя работать, Иисус вошел в синагогу, увечил народ. Там был человек, правая рука которого иссохла. Книжники Ефрисей выжидали, если он исцелит того человека в субботу, будет повод его обвинить. А он, зная, о чем они размышляли, сказал тому человеку с иссохшей рукой, подойди, встань посредине. Тот поднялся и подошел. Иисус сказал собравшимся, спрошу вас, что позволено делать в субботу, добро или зло, спасать душу или губить? Ну, риторический вопрос, как будто в другие дни позволено делать зло. Нет, конечно, но смысл субботних запретов в чем? В спасении души, в творении добра, не так ли? А не в перечне действий, которые нужно отложить до следующего дня. А глядя всех собравшихся, он сказал тому человеку, протяни руку. Кстати, они не ответили. Он так и сделал, и рука снова стала здоровой. А противники Иисуса совсем обезумели и стали между собой обсуждать, что же им сделать с ним. Почему именно здесь? Чего он плохого сделал? Он исцелил человека. Смотрите, но этим исцелением демонстративным, да, специально, кажется, в субботу, он ставит под вопрос их компетенцию. Они говорят, вот есть правила, тра-та-та-та-та-та-та, мы их должны соблюдать, мы следим, чтобы никто их не нарушил. А Иисус говорит, какие правила? Стоп, что самое главное? Исцелять. Я исцеляю. То есть, ну вот, фактически это была заявка на то, что вся эта вот система сложных правил отменяется. Незакон Моисеев. Внимание. Суббота — это особый день, выделенный для общения с Богом, с родными и близкими, для отдыха, для творения добра. Но вот отменяются мелочные правила, накрученные на все на это. И отменяется контроль над людьми. То есть нельзя теперь ходить и говорить, а ты нарушил субботу этим, а ты этим, ты виноват, ты виноват, тебя накажу, тебе запрещу и так далее. А это уже то, чего они прощают. Как раз в те дни Иисус поднялся на горы, чтобы помолиться Богу. Лука особенно часто подчеркивает эти уединенные молитвы. И привел в молитве всю ночь. А когда настал день, он подозвал к себе учеников и выбрал из них 12. Он нарек их апостолами. То есть, смотрите, как раз после рассказа о субботе очень важный момент, что общение с Богом важнее вот этого распространения служения. Вот у нас, ой, где мой мобильный телефон, мне кто-то там смс-ку кинул, кто-то там в чате написал, кто-то там в соцсети что-то важное заявил. Да-да-да-да-да, господи, я потом на тебя обращу внимание, может быть, если получится. А вот здесь даже 12 апостолов менее важны, чем общение с отцом. Апостолы — это, кстати, посланники. Итак, это были Симон, которому он дал имя Петр. Но слово Петр означает «камень, скала». И Матфей отмечает отдельно, что это твердость веры Петра. Смотрите, некоторые имена повторяются, поэтому нужно их отдельно назвать. Ну, вот еще Симон по прозванию Зилот, а слово Зилот — это такой ревнитель, человек, который очень строго относится к каким-то возможным нарушениям. И, вероятно, он был радикальным националистом, то есть тем, кто боролся за освобождение своей страны от римского владычества, такой партизан. А Иуда Искериот, который оказался предателем, что означает слово Искериот, нам неизвестно. С высокой долей вероятности это человек Искериот, Ишкериот. Ишкериот — это название селения. Но не факт, однозначно мы не можем это утверждать. Ну, и от прозвища уже к нему прилепилось, как раз, чтобы сразу его как бы отделить от остальных. Но когда Лука писал, он уже, конечно, знал, что отделить его стоит по его будущим действиям. Вместе с ними Иисус спустился на равнину. То есть, вот смотрите, такая иерархия молитвы в одиночестве на горе, узкий круг апостолов на горе. И дальше равнина — это вот этот мир. Он не кидается в гущу сразу все менять, а он молится, потом он собирает единомышленников, потом вместе с ними. Там уже была толпа его учеников, но не 12, естественно, их много. И множество народа со всей Иудеи из Иерусалима и прибрежных областей Тира и Сидона. Это вообще-то финики, это уже из другого народа люди приходят. Они пришли, чтобы его послушать и получить исцеление от своих болезней. Опять-таки, Лука выстраивает этот транжир, послушать сначала все-таки, а потом уже практическая польза. И те, кто был одержим нечистыми духами, тоже получали избавление. Всякий, кто был в толпе, стремился прикоснуться к Иисусу, потому что из него исходила сила, исцеляющая всех. Представляем себе, да, какой-нибудь рок-концерт, там, я не знаю, какое-нибудь еще событие. Особенно в доковидную пору, когда вот эти толпы ломятся и лишь бы там порвать на кусочки своего кумира. Да. Много ли они тут наслушают Слово Божье в этом? Ну, все равно. Хоть так, но как-то. Еще интересно, это силы, исцеляющие всех, как будто немножко независимо от него. А ведь и правда независимо. То есть, он приходит в этот мир как абсолютное добро. И это абсолютное добро начинает менять этот мир к лучшему. А он, глядя прямо на своих учеников, обратился к ним. Благо вам, нищие, ведь царство небес ваше. Это, конечно, очень похоже на блаженство, которое в Евангелии от Матфея. Но обратим внимание, что Лука более личным это делает. Благо вам, нищие. Не уверен, что все вокруг него стоявшие были исключительно нищими. Но, с другой стороны, слушайте, мы все нищие, даже люди очень богатые, богатые деньгами. А вот здоровьем, а свободным временем, а душевным покоем, а, я не знаю, красотой и молодостью. Все ли богаты? Ой, не все. То есть, в каком-то смысле, все мы нищие. Но здесь он не уточняет. Матфея-то говорит, нищие духом. И это бесконечная проблема толкователей. Нищие в каком смысле? Что значит духом? Духовно нищие. Не будем обсуждать Матфея, мы сейчас обсуждаем Луку. У Луки, получается, просто нищие, те, у кого чего-то нет. Благо тем, кто теперь голодает, вы насытитесь. Благо тем, кто теперь рыдает, вы будете смеяться. То есть, у Луки все как-то проще. Если вам сейчас плохо, потом вам будет хорошо. Где хорошо? В царстве небес. О, значит, право советские пропагандисты, которые говорили, жадные попы угнетают трудящихся и обещаем блага будущей жизни. Мол, теперь терпите, работайте, повинуйтесь, а помрете, вот тут вам и будет все хорошо. Они что же, правы? Давайте посмотрим чуть дальше. Благо вам, когда ненавидят вас люди, когда делают вас изгоями, оскорбляют и поносят ваше имя из-за Сына Человеческого. Радуйтесь, тот день не ликуйте, велика ваши награды на небе. Точно так же поступали с пророками отцы этих людей. То есть, смотрите, этот мир устроен неправильно. Революцию надо сделать. Или это, выборы провести, избрать правильных начальников, чтобы они все поменяли. Ну, и революции, и перевыборов было много. А вот что-то меняется, но не уходит эта кардинальная несправедливость. И он говорит, смотрите, но есть то, что восстановит справедливость. И более того, смотрите, он говорит дальше, у Матфея такого нету. А вам, богатые, горе вам, свое утешение вы уже получили. Горе вам, кто теперь присыщен, ждет вас голод. Горе вам, кто теперь смеется, ждут вас страдания и рыдания. Горе вам, когда все люди вас хвалят, точно тоже говорили о лжепророках отцы этих людей. Приятно, когда хвалят, но радуйтесь, когда оскорбляют и поносят. Что за мазохизм? Но это не мазохизм, мне кажется. Это все-таки разговор о том, что мир устроен действительно неправильно. Но есть вот то измерение, в котором это исправление произойдет. И поэтому поймите, что вот эти нынешние оценки, кто богат, кто радостен, кто известен, кто популярен, они ничего не значат перед Богом. И более того, есть большая опасность в том, чтобы это все получить сейчас, потому что потом как бы баланс будет подведен, и ты окажешься в большом минусе, потому что аванс уж больно большой тебе дали. И более того, это было так и раньше, то, что говорили о пророках и лжепророках. И вот что скажу тем, кто меня слышит, любите своих врагов, кстати, да? То есть, а как исправлять этот самый баланс перекошенный? А вот перекашивая его, но в благую сторону, врагов же ненавидят, убивают или, по крайней мере, прогоняют. Любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит. Благословляйте тех, кто вас проклинает, и молитесь о тех, кто вас оскорбляет. Если кто дает себе пощечину, подставь ему другую щеку. Если кто отнимает плащ, отдай ему рубаху. Всякому, кто у тебя просит, давай, не требуй вернуть то, что у тебя отбирают. И как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и сами поступайте с ними. Вот средство исправить баланс, перекашивать его в сторону благотворительности. То есть давать, делиться, принимать на себя вот это насилие, что значит подставлять другую щеку. Но он и по другой, а потом опять по первой, опять по второй, с большим удовольствием. И потом уж зубов во рту не останется. Какое же разумное это поведение. То есть терпи любое насилие. Скорее, может быть, не настаивай на своей правоте. И есть такая фраза, мне отмщение я воздам, говорит Господь. То есть не твори этого отмщения за себя. Не пытайся сам установить справедливость, естественно, в свою пользу. Несправедливость это, знаете, вот у меня два кота. Одному насыпали в миску, второму нет. Вот второй всегда возмущается, но первый никогда. Он никогда не говорит, не буду есть, пока ты не дашь моему братику. Он всегда ест с большим аппетитом. А вот не буду есть, пока ты не дал мне, вообще буду возмущаться, пока ты не дал. Это запросто. С людьми что-то же самое в массе своей. Очень редко кто-то по-другому себя ведет. И золотое правило этики. А его формулируют в двух формах. Одна эта универсальная встречается, наверное, практически в любой развитой философской, богословской, этической системе. Не делай людям того, чего не желаешь себе. Довольно разумно и очевидно. А вот делай людям того, чего желаешь себе. Это гораздо сложнее. И вот в Евангелии именно это максимум. Если вы любите тех, кто любит вас, чему вам тут радоваться? Ну а как же не порадоваться тому, что есть любовь взаимная? Взаимная любовь – одно из самых величайших наслаждений на свете, разве нет? Не только между мужчиной и женщиной, но между друзьями, я не знаю, между учителем-учеником, когда они радуют друг друга. Это же прекрасно. Но ведь и грешники отвечают любовью на любовь. Если вы делаете добро в ответ на добро, сделанное вами, чему вам тут радоваться? Ну как чему? Я и получил добро, я отдал добро. Вот она, идеальная эта жизнь человеческая. Ведь так поступают и грешники. Если даете взаймы тем, кто, как надеетесь, вернет долг, чему вам тут радоваться? Ведь и грешники дают взаймы, чтобы долг им вернулись полна. Ну как же, денежки вернулись, более того, я не жадный, я дал вот кому надо было. Я ему дал. А вы любите своих врагов, делайте добро и одалживайте, не ожидая ничего вернуть. Велика тогда будет ваша награда. Вы станете детьми Всевышнего, который творит благо даже тем, кто неблагодарен и зол. Будьте милосердны, как милосерден ваш отец. То есть радость в том, чтобы быть подобным отцу. Радость в том, чтобы менять этот мир к лучшему. А менять этот мир к лучшему – это перекашивать баланс, но в пользу добра. То есть отвечать добром на зло, отдавать, не ожидая, что вернут и так далее и тому подобное. Вот создавать этот баланс добра, увеличивать его. Слово «баланс» бухгалтерское может быть, но извините, уж так вот сейчас, мне кажется, правильным это подчеркнуть. И тогда вы можете радоваться, почему? Потому что за это вам воздастся, потому что это вам вернется. Но не обязательно в этом мире. И, кстати, не осуждайте, тогда и вас не осудят. Не обвиняйте, тогда и вас не обвинят. Прощайте, тогда и вам проститься. Ну вот, знаете, как часто говорят, что дают, но осуждают. Вот делятся, но обвиняют. Творят добро, но не могут простить, что вот что-то ты сделал не так. Даже заслуженно прощайте, ведь не сказано, ну там, если вы выдумали себе обиду, простите. А если есть за что прощать, если действительно нанесено оскорбление, если действительно причинен ущерб, прощайте. Почему? Опять-таки в сторону добра. Давайте, тогда и вам будет дано полной мерой. Так вот рисают зерно, придавливают и еще добавляют с горки, чтобы отсыпать подставленную полу одежды. Прям такой образ. Пришел человек на рынок купить меру зерна. Ну, сами знаете, меру ее же можно творчески, да, корзинку там поменьше взять. И зерно это сыпучий продукт, поэтому если насыпать в корзинку, то и потрясти, то там же еще останется место. Вот когда трясут что-то сыпучее, там зерно в частности, то оно оседает, потому что находят такие более устойчивые формы конфигурации, да, вот эти вот зернышки. А если еще и придавить сверху, да, то оно еще просядет, а потом еще с горкой насыпать. То есть вот, ну, максимально щедро, на самом деле это гораздо больше, чем эта мерка, чтобы отсыпать подставленную полу одежды. А почему в полу одежды? А ему некуда высыпать, он сам не ожидал, что так много будет. Он пришел там с корзиночкой, а ему вот столько дали, он, ой, что мне делать? И поднимает свою одежду и несет вот в вытянутых руках это богатство, да, вот еще и такой очень яркий образ. Ведь какой меры отмеряете, такой отмерено будет вам. И рассказал им еще такую притчу, может ли вести слепого тот, кто сам слеп, ведь они оба свалятся в яму. А это здесь при чем? Так ведь у нас же было про духовное руководство фарисеев, которые наставляют людей. Вот они слепы, поэтому и не могут вести других таких же. Ученик не выше своего учителя, но всякий, завершив обучение, станет подобен учителю. Это уже, мне кажется, скорее про себя. То есть я учу вас, учитесь, перенимайте, и вы будете такими же. Что ж ты смотришь на соринку в глазу твоего брата, а в собственном не замечаешь бревна? Конечно, образ комедийный, как можно бревно в глазу не заметить? Оно в глаз не влезет, оно слишком большое. Но как такая антитеза к соринке, то, что несравнимо больше. Как ты можешь говорить брату, дай-ка я выну соринку из твоего глаза? Между прочим, это большая помощь. Бывает, знаете, в глаз попадает что-то, и прямо на себе-то не видишь, а другой человек может краешком платочка какого-то вынуть эту соринку. Очень большая помощь. Не замечая бревна в собственном глазу. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда разглядишь, как вынуть соринку из глаза твоего брата. Да, действительно, все довольно логично. И вместе с тем такой вот прям образ очень яркий, потому что всякий человек, которому в глаз попадала соринка, знает, как это мучительно. И хочется ведь помочь. Это же не то, что вот обвинять, это помогать. Но даже помогать человек может неловко. И мы знаем кучу таких примеров, когда он проецирует на другого свои собственные какие-то обиды, проблемы, и не столько помогает, сколько расчесывает их по поводу другого человека. А вот если ты для себя с этим справился, тогда ты можешь быть помощником. То есть, смотрите, выше столько сказано хорошего о том, что надо помогать другим людям. А тут такое предупреждение. Но ты не можешь вот в любом состоянии помогать. Ты иногда не готов к тому, чтобы эту помощь оказать. Ты иногда только повредишь ему. Не бывает так, чтобы прекрасное дерево приносило гнилой плод, а гнилое дерево – прекрасный плод. Всякое дерево можно распознать по его сплодам. С репейника не собирают смок, а с терновника – винограда. Добрый человек выносит добро из хранилищ добра в своем сердце, а злой человек выносит зло из своих хранилищ зла. Чем переполнено сердце, то и на устах у человека. Но с другой стороны, смотрите, вот наши действия, наши слова, они проистыкают из нашей души. И тут уж не попритворяешься. К чему вам звать меня, Господи, Господи, если вы слов не исполняете моих? Скажу вам, на кого похож человек, который приходит ко мне, слышит мои слова и исполняет их. Он похож на человека, который построил дом, выкупал глубокую яму и фундамент утвердил на скале. В половозе речной воды обрушились на этот дом, но не смогли его поколебать, потому что построен он прочно. А кто слышит, но не исполняет, похож на человека, который построил свой дом на поверхности земли без фундамента. Стоило разлиться, реке и дом рухнул, полностью развалился тот дом. Ну, тоже понятный образ, строят всегда на фундаменте, и тогда, и в наши дни. И, казалось бы, наоборот, сначала идет слово, а потом его исполнение. Здесь исполнение становится фундаментом, на который ставится слышание слова. Не наоборот ли? А на самом деле нет, не наоборот, потому что слышать слово именно с намерением его исполнить, с готовностью его исполнить, означает строить это слово на фундаменте. И, конечно, эта притча, она показывает и у других евангелистов тоже, что в теории-то все бывает хорошо, а вот практика, она служит некоторым критерием истины, как впоследствии будет не рассказано. А седьмая глава продолжает историю об исцелениях и о спорах о том, кто же такой Иисус. 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 Продолжение следует...